Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я начинаю свой прямой эфир и прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Мы с вами последний раз встречались перед Новым годом. Я хотел бы еще раз пожелать всем в Новом году успехов, чтобы именно в этом году мы добились в итоге смены режима, чтобы мы, как единый народ, единая нация, объединились и, несмотря на какие-то мелкие разногласия, сумели решить главную задачу – добиться смены режима и построить сильную демократическую страну, где во главе всего стоит право человека. Уважаемые друзья, я хотел бы откомментировать свою позицию о событиях в Караганде. Сначала это обсудить, а затем аргументировать о неизбежности досрочных выборов президента и откомментировать очередную попытку Назарбаева обмануть народ. Итак, давайте мы немного поговорим по событиям в Караганде. Мы, как организация ДВК, не делали специально никаких публичных заявлений. На самом деле, вы знаете, я лично сидел в воскресенье в чате, комментировал, излагал свою позицию. Сейчас, я думаю, пришло время уже обобщить то, что происходило и происходит сейчас в Караганде. Очевидно, что в Караганде произошел обычный бытовой конфликт, который часто происходит в любых странах. И по факту этого произошло убийство человека. Как происходило, почему – это вопрос к следственным органам, к Министерству внутренних дел. Они сегодня сделали свое заявление, такое очень круто и ограниченное. Но, понимая, что сейчас общество будет, безусловно, требовать правды, будет, безусловно, требовать объективного расследования, я уверен, что мы в ближайшее время получим какие-то более-менее объективные данные. Ну, во-первых, очевидно, что, понимая, что наши правоохранительные органы, они все коррумпированы, и полной объективной правды не будет. Какая-то часть наших граждан, живущих в Караганде, потребовала провести объективное расследование. Не было никакого национального окраса, было просто требование провести расследование и наказать виновных. И, собственно, когда власти на региональном уровне не реагировали, и это люди видели, собственно, это возмущение стало нарастать. В итоге все вылилось к тому, что количество возмущенных людей стало нарастать, и десятки людей начали выходить и требовать справедливости. Другой вопрос, что наши власти, когда видят объединение людей, его консолидацию, и чувствуют силу народа, начинают манипулировать, дробить, переводить протест в самые разные направления. В данном случае именно руками власти возмущение людей было перенаправлено на межэтнический конфликт. Когда фактически требование наказать виновных, разобраться, чтобы правоохранительные органы реально честно отработали, выполнили свой служебный долг, наши власти привели к тому, что это все перевели на межэтнический конфликт. Обратите внимание, как это все было сделано. Если вы зайдете к Жанне Бота на ее Facebook, то вы увидите, что 26 декабря она написала пост о том, что сеть заполонили разные агенты, тролли КНБ, и что их задача сейчас накалить обстановку, сформировать какой-то межнациональный этнический конфликт. И она в этом посте четко написала, что этот межэтнический конфликт будет искусственно воссоздан, раскручен. И этот конфликт произойдет не в Алматы и не в Астане, а где-то в других регионах страны. Мы именно накануне того, что она написала пост до 26 декабря, вместе с Жанной и с другими нашими людьми, работающими в штабе ДВК, увидели четкую тенденцию. Потому что целая армия подготовленных троллей, многие из них выходили с никами из России и из Казахстана, писали, скажем так, более грамотные комментарии, чем ранее. То есть обычно тролли у них ругаются, матерятся, обзываются, а тут было видно, что умело подобрана группа троллей, которая вентилировала и протаскивала тему межнациональных отношений. То есть было видно, что задача этих троллей – накалить отношения между разными этническими группами, создать межнациональную рознь, разжечь-то, что называется. И именно поэтому Жанна очень вовремя написала пост, в котором четко сказала, что готовится межэтнический конфликт. Мне сейчас это легко аргументировать, потому что все эти события произошли на Новый год и после Нового года, и предупреждение со стороны Жанны прозвучало 26 декабря. Это фактически был сбор и анализ тех данных, которые мы видели, происходит в сети. Как известно, то, что в сети комментируется, пишется, это является отражением не просто только народа, но и, собственно, самой власти. Когда те или иные комментаторы, так называемые тролли, вбрасывают ту или иную позицию, мы понимаем прекрасно, что это исполнители, представители так называемого правительства Казахстана, тролли, но султан Назарба, их поэтому называют нурботами. И они нам дали четкий сигнал, что готовятся провокации на межэтнических отношениях. И вот, собственно, когда в начале января, то есть с ночи на 31 декабря на 1 января произошел этот конфликт, и затем, когда прозвучали требования к Министерству внутреннего дела провести объективное расследование, в итоге все эти представители власти начали проводить интенсивно операцию по созданию искусственного конфликта на межэтнической почве. Сразу разные тролли и другие технологии были использованы на то, чтобы разжечь межнациональную неприязнь. Вы должны понимать, наш чат, я рад тому, что мы его создали, является как бы обучающей площадкой наших сторонников, потому что средства массовой информации режима, они все лживые, они работают на сохранение режима, но султана Назарбаева, телевидение, газеты, их идеологи, политологи, искусственные журналисты, которых фактически как журналистов не существует, это пропагандисты. Но султана режима, они оболванивают наших людей, и вот площадка чат-активист ДВК является определенным противовесом, где формируется другая картина, более объективная, более правдивая, потому что мы не работаем на спасение режима на султана Назарбаева, более того, наша задача добиться смены этого лживого и преступного режима. Да, здесь вот кто-то пишет, законопослушный гражданин Жанна Ванга. Жанна не Ванга, Жанна просто анализирует те или иные события, которые происходят в нашей стране. Этого умения можете достичь и вы. Не нужно жить слухами, не нужно верить государственным СМИ или частным СМИ, но реальности контролируемым султаном Назарбаевым. Надо уметь анализировать, не поддаваться инстинктам толпы. Нужно постоянно находиться в нашем чате, слушать наши репортажи, слушать наши прямые эфиры, и вы тогда через короткое время протрете глаза и вы поймете, что за короткое время вы стали другим человеком, способным анализировать и понимать, где правда и неправда. Итак, собственно, так и получилось. Я еще раз возвращаюсь к выяснению этих событий. Эти тролли, специальные провокаторы, специальные агенты, представители власти начали вбрасывать мысль, что вот это во всем виноваты представители национальных меньшинств. Якобы они получают какие-то преимущества, надо с ними разобраться. И были вброшены данные даже не тех наших граждан армян, а и азербайджанцев, тоже наших граждан. То есть все это было так умело вброшено, что в итоге сотни наших граждан были возмущены, фактически ими манипулировали, использовали их лучшие чувства, когда они требовали справедливости, когда они требовали выполнения закона, какая-то часть начала выкрикивать националистические лозунги, переводить совершенно в другую плоскость, и этот конфликт, его часть, начал принимать определенную уродливую форму. Это была попытка власти дискредитировать протест, дискредитировать обеднение протестующих, возможность обединить людей против власти, против справедливых требований. Это была грязная попытка власти перевести все на межэтнический конфликт. И мы, представители демократического выбора Казахстана, заняли ясную и четкую позицию, причем это могли и занять любые граждане нашей страны, если бы умели бы правильно анализировать те иные факты. Например, вы знаете, что в нашей стране задерживают, даже если ты идешь голубым шариком, это мы совсем недавно с этим столкнулись, в нашей стране даже люди просто шли по тротуарам, и даже не были в голубой одежде и шариками голубых, и все равно останавливался автобус со спецназом, и толпами забирали, увозили в отделение полиции, подозревая, что народ идет на митинг, на который призвал демократический выбор Казахстана. А здесь представьте себе, несколько тысяч человек выходят, и режим, который пригнал там сотни автобусов, тысячи бойцов спецназа, не задавил на корню, не оказал давления, не выявил так называемых активистов-зачинщиков, а просто дал возможность, чтобы эта масса была сконцентрирована, собрана, допустил, чтобы именно волна гнева была, приняла межэтнический характер. Более того, были специальные журналисты-тролли, которые инициировали соответствующие публикации в Армении, в Азербайджане, вплоть до того, что по этому поводу взяли интервью у премьер-министра Пашиняна в Армении. То есть, если наша власть не дает одному человеку выйти шариком, тем более, если собирается 10 человек, мгновенно их захватывает, а тут допустили, что десятки людей свободно вышли, более того, они же не могли просто так свободно выйти, они между собой созванивались, переговаривались, договаривались. А вы знаете, что средства коммуникации очень сильно контролируются нашей властью. И тут получается, на наших глазах сотни людей свободно выходят, высказывают протест, представители власти выходят на переговоры, на крыши расставляют снайперов на всякий случай, и все это время власть муссирует и дает возможность, чтобы звучали слова, которые, скажем, я бы сказал бы, носят явно межэтническую направленность, именно неприязнь. Хотел бы озвучить вот в этой связи еще ряд моментов, которые, на мой взгляд, будут нести образовательный характер. Например, были требования, что надо депортировать армян. Кто не знает, что такое депортация, я хотел бы объяснить. Депортировать можно не граждан Казахстана, депортировать можно тех иностранцев, которые приехали в Казахстан, не имеют статуса на временное проживание, не имеют статуса разрешения на работу, а просто заехали на определенный период и нарушают этот режим. Есть режим у нас с некоторыми странами 30 дней безвизовый, 90 дней безвизовый. Но в любом случае есть определенный порядок для тех, кто не является гражданами Казахстана. Вот их можно депортировать в соответствии международным договорами, в соответствии пакта о правах гражданина, который подписан с ООН, в соответствии соглашения между теми или иными странами. То есть депортировать можно не гражданина Казахстана, если этот человек нарушил визовый режим и он является иностранцем, иностранцем, который приехал в Казахстан. Депортировать граждан Казахстана невозможно. Поэтому, когда говорили депортировать армян, извините, если армяне являются гражданами Казахстана, их никто не может депортировать. Это в принципе невозможно. И вот такие вот вещи вбрасывались, я считаю, где-то сознательно, где-то теми людьми, которые в своем гневе не знали таких простых вещей. Кто не знает, что такое депортация, почитайте, изучите и депортировать граждан страны невозможно. Потом появились и заблуждающиеся, и незаблуждающие, общие неграмотные люди, которые говорили о том, что вот ассамблея народов Казахстана должна отвечать за армян, их соответственные представители. Во-первых, ассамблея народа не является конституционным органом. Каждый гражданин по нашему законодательству самостоятельно отвечает за все свои действия. Никто не может, не ассамблея, некая ассамблея, фиктивная структура у султана Назарбаева, которую он использует для создания видимости межнационального согласия. Никто не может, некий орган, вместо человека решать его судьбу. Тем более, если он совершил преступление, он отвечает по законам Казахстана сам лично, независимо от национальности, независимо от должности. Все эти исключения относятся только к султану Назарбаеву, члену его семьи, который не подсуден, он может убить человека, расстрелять, но по конституции он и его члены семьи не подсудны. В этом конфликте начали появляться многие моменты, связанные с накопленным протестом, накопленным недовольством против режима султана Назарбаева. Это связано с тем, что отсутствуют рабочие места, что якобы представители национальных меньшинств, наши граждане, захватывают лучшие контракты и так далее, что вот они вот виноваты, нехорошие армяне и так далее. Я по этому поводу дам свой комментарий. Это просто, скажем, позиция тех людей, которые не видят главного, в чем причина. Если наши граждане, неважно какой они этнической принадлежности, получают какие-то незаконные льготы, в этом виноваты не они, а виноваты наше государство во главе с султаном Назарбаевым. Виноваты Акимы. И я могу сказать, что когда идут упреки в сторону той или иной этнической группы, не забывайте, что власть в Казахстане контролирует казахи. Именно Нусултан Назарбаев, казах, его ближайшее окружение, занимающие должности министров, депутаты Акимы областей казахи. Поэтому пытаться перевести свое недовольство на национальное меньшинство, это как минимум неправильно, как минимум, а на самом деле глупо. Надо просто выявлять причину. Если кто-то незаконный получает льготы, это в первую очередь вина не их, неважно, какой они национальной принадлежности, а в первую очередь вина самой власти, которая действует незаконно. Если не раскрывается преступление, то вина не этих людей, а вина в первую очередь Министерства внутренних дел и соответствующих служб, которые обязаны такие дела расследовать. И поэтому мы должны быть образованными, грамотными, цивилизованными, умными. Если мы хотим построить достойную, сильную страну, мы должны быть умными и сильными. Не быть на поводу манипуляторов от Комитета национальной безопасности, которые любой протест, любое объединение хотят обесценить, превратить наших людей в дикарей, орду глупых и необразованных, чтобы затем, завтра их дискредитировать. Вспомните события 1986 года, когда молодежь в 1986 году вышла на площади Балматы с требованием, чтобы именно текущая власть объяснила причины назначения Колбина во главе республики, при том, что Колбин не имел никакого отношения к Казахстану, никогда не работал органом власти Казахстана, не знал страну и присылает человека, что называется, практически с луны. Тогда протестующие не говорили, только Казах должен быть у власти. Они требовали сначала, чтобы эта власть объяснила, второе, они говорили, почему не представитель, работающий внутри страны, и не было акцента, что должен быть обязательно Казах на тот момент. Чем ответила власть? Власть отметила репрессиями, поливали их из пожарных машин, били лопатами, а затем все это перевели на то, что это были националисты, алкоголики, наркоманы, хулиганы и бандиты. Это все озвучивал сам Нусултан Назарбаев. То есть тех людей, которые вышли на справедливый протест, нашу молодежь, власть избила, кого-то убили, посадили в тюрьмы, и этот протест нормальный, правильный, дискретировали и весь 87-88 год и далее все время шло преследование подавления, подавление мирного протеста, который не носил никакого националистического признака, не было там наркоманов, имбандитов, и в лице самого Нусултана Назарбаева озвучивалось, что эти были наркоманы, хулиганы и все прочее, а затем в начале 90-х годов он написал в своей книге, что он, оказывается, возглавил этот протест, шел во главе этой молодежи и сделал свой выбор. Такая наглая, открытая ложь, полное переначивание истории. Вспомните Жаназенские события 2011 года, когда наши нефтяники 7 месяцев бастовали, Назарбаев не внимал их требованиям, не слушал, а затем, когда наших нефтяников расстреляли, он живо сказал, приехал, когда в Жаназенский, сказал, что он не знал, что были такие требования, его обманывали, что он вообще не давал никакого приказа на расстрел, а при этом параллельно все наши средства массовой информации говорили, что это наркоманы, бандиты, они все разгромили, громили банкоматы, магазины, это потом сделал было руками провокаторов, вброшенных со стороны власти, то есть любой мирный протест. Именно тогда, когда народ начинает объединяться, власть вбрасывает туда провокаторов, начинает перестраивать тему протеста, все сводит межнационалистическим, межэтническим отношениям к наркоманам, бандитам, к хулиганам, но только не говорить правду, только почему этот протест был, почему власть не принимает решения правильно, почему не реагирует. Именно поэтому я просто хотел бы пользуясь сегодняшним случаем, объяснить, что мы должны быть умными, мы не должны поддаваться манипуляциям, мы должны действительно объединяться и требовать от власти выполнения своего долга, выполнения своих задач, которые связаны с их служебной деятельностью. И когда в Караганде наш народ вышел, начал это требовать, со стороны власти появилась новая попытка манипулировать и дискретировать этот справедливый протест. Вот именно поэтому многие не разобрались и, что называется, пошли по волне, которую искусственно организовала АКОРДА. Помимо того, что власть всегда будет, различные протесты, представлять как выступления алкоголиков, наркоманов, бандитов или националистов, чтобы наш народ не мог объединиться, не мог сформулировать свои требования, они всегда будут применять различные приемы, чтобы расколоть, разбить процесс объединения людей. Это мы все должны для себя понимать. И мы должны понимать, что если те или иные голоса становятся открыты и публичные, если власть на них не оказывает давление, если открываются шлюзы, все средства массовой информации, которые контролируют власть, начинают об этом писать и никого не преследуют, нам просто надо задуматься, почему это происходит. Сразу понимать, что это замысел власти. Когда всякие движения, как Жанна Казахстан или еще кто-то открыто в нашей стране выступают, выходят на пресс-конференции и говорят какие-то критические слова, мы должны понимать, это манипуляторы, это, по сути дела, агенты власти в нашей стране. Открытый протест не дают людям проявлять. Если это делают, это значит, согласованно с властью или власть выполняет определенную цель и задачу. Для чего все это делалось? Почему Назарбаев пытался справедливый протест перевести в межэтнический конфликт? Во-первых, это приводит к тому, что люди других национальностей начинают пугаться. Ко мне очень много приходит вопросов. от турков, азербайджанцев, грузин, армян, русских, практически всех национальностей, которые проживают в Казахстане. Они в тревоге. Они говорят, скажите, пожалуйста, как будет, когда правительство ДВК будет возглавлять страной? Значит ли, что мы должны бежать из Казахстана? Значит ли, что у нас не будет прав? Значит ли, что нас будет преследовать по религиозному признаку? Это тревоги многих людей. Тревоги, в том числе и казахов, которые хотят построить демократическое передовое государство, где во главе всего стоит права человека. В первую очередь, права гражданина. Многие именно этого хотят. И когда они видят вот такие всплески, они начинают тревожиться и задают мне вопросы. Что будет, когда будет во главе страны правительство ДВК? Я много раз объяснял позицию, платформу политическую ДВК. Казахстану. Наша задача построить демократическую страну по образцу ведущих стран Европы и США. Главная наша задача и цель построить процветающее государство, где наши граждане ведут достойный образ жизни, когда реализуются все конституционные права, когда уровень доходов позволяет им достойно жить, когда они могут реализовать все свои права, права на образование, права на медицину, права на знание языка. Самые принципиальные вопросы связаны именно с правами человека. Это главное. Именно в таких ведущих странах мира, как ведущие страны Европы и США, в большей степени существует эта возможность. Больше нигде. Именно поэтому полмира стремится уехать в США. Именно поэтому Трамп пытается оградиться от наплыва нелегальных иммигрантов, именно нелегальных я хочу сказать, которые пробиваются сквозь Мексику тысячами, десятками тысяч, хочет построить оградиться от такого наплыва, опасаясь, что страна не выдержит такого наплыва беженцев. То же самое происходит в Европе, когда каждый год больше миллиона беженцев из Африки и из других стран рвутся в эти страны, чтобы жить достойно, чтобы их права были защищены. То есть, вы понимаете, человек ищет где глубже, лучше, как говорится, рыба ищет где глубже. Так вот, именно эти страны являются примером, эталоном возможности реализации человека, своих возможностей. Именно в этих странах защищают в первую очередь права человека. И мы хотим построить такую страну. Я много раз говорил, что в этих странах нет проблем с религиозной принадлежностью. Эти страны дают свободно человеку принятое вероисповедание и придерживаться. То есть, нет никакого преследования за вероисповедание. Нет никакого отличия по национальному признаку. Нет никаких ограничений прав в этих странах в первую очередь права человека, а не потому, что ты немец или француз и так далее. В первую очередь права человека. И на основе то во всем этом происходит, кроме того, что это является гражданами этой страны, у них соответственно все права закреплены конституцией или законами страны. И мы хотим построить правовое государство, когда все граждане страны будут равны перед законом. Не будет никаких исключений, как сейчас существует у султана Назарбаева, когда он не подсуден. Независимо от национальности той или иной этнической группы, независимо от должности, каждый человек будет равен перед законом. Назарбаев вот такими слухами, вот такими механизмами, когда выталкивает на поверхность возможность межэтнического конфликта, фактически запугивает тех людей, которые хотят жить в сильном обществе, демократическом, где защищены их права, где невозможно ущемить по национальному или религиозному признаку. И вот завтра Назарбаев, создав такую ситуацию, фактически, когда эти люди не видят защиту своих прав, возможности жить в нормальном государстве, они пугаются и начинают говорить, да, он, конечно, сволочь этот султан Абишевич Назарбаев, конечно, он негодяй, но только он, оказывается, стоит на страже интересов граждан, призывается на страже интересов с точки зрения того, что не будет оказываться давление на них, не будет их права ограничиваться с ориентацией на то, что они не той этнической группой, что они якобы не казахи, и наши же казахи, которые не хотят, чтобы государство у нас было неправовым, где другая этническая группа может быть усечена в правах, а они хотят жить в нормальном цивилизованном государстве, они тоже присоединяются к тем, кто боится за свою жизнь, за будущее своих детей, и начинают явно или неявно поддерживать султана Назарбаева, который выглядит в этом случае отцом нации, примирителем разных народов, и снова получает дополнительные полномочия, получает лимит доверия, и ему это позволяет делать, что он хочет, он опять фальсифицирует на выборах, он может вместо себя безболезненно назначить свою дочь Даригу на должность президента, я хочу сказать, все те, кто подается на такие провокации, кто участвует в межэтнических рознях, кто делает выпады относительно других национальностей и других этнических групп, которые существуют в Казахстане, они способствуют тому, что режим Нурсултана Назарбаева укрепляется, и тогда вы не жалуетесь, что у вас маленькая зарплата, что нет медицины, что плохие дороги, что вы не можете выучить свой государственный язык, вы не можете устроиться на работу, все те, кто поддерживает именно межэтническую направленность конфликта, они помогают и поддерживают режим Нурсултана Назарбаева, а не откладывают в длинный ящик нашу возможность стать цивилизованной сильной страной и действительно, чтобы мы стали достойными гражданами независимого государства. Очень много наших граждан возмущается политикой Китая относительно мусульман и казахов, которые проживают на территории Китайской Народной Республики. В Синьцзиане, как известно, проживает свыше 20 миллионов человек, из них больше 10 миллионов проживает уйгур-мусульман, казахов там 2 миллиона, киргизов тоже довольно много. И, собственно, сейчас правительство Китая проводит очень жесткую политику по подавлению именно возможности выполнять те или иные регионные обряды, придерживаться того или иного вероисповедания. Я слышал от казахов, которые покинули Китай, что им не дает возможность изучать казахские и другие языки, именно национальные. И наши сограждане возмущаются этим. И хочу вам напомнить, что если вы возмущаетесь тем, что казахи в Китае не могут свободно придерживаться того или иного вероисповедания, свободно изучать свой язык, вы не должны проводить такую же политику внутри Казахстана. Когда вы будете говорить «одна религия и только вот так вот говори», это вы ничем не отличаетесь от китайцев. Мы должны построить свободную страну, где наши граждане должны иметь право реализовать свои права. Мы не должны никого ущемлять. Мы должны построить сильное государство с равными правами для всех граждан Казахстана. И никто не может выкрикивать, говорить, что вы армяне, кто вы такие, вам дали право тут жить. Это позор такие фразы. Разные национальности живут в нашей стране. Они являются граждан нашей страны, они имеют такие же равные права. Наша страна принадлежит всем гражданам страны. И это линия цивилизованная. Это в рамках международных в рамках цивилизованного развития всего мира. Именно так развивается мир. Поэтому я прошу вас быть внимательными, не поддаваться эмоциями и требовать, если от власти что-то мы требуем, выполнение закона. Никто не должен быть выше закона. Все, независимо от национальности, должны исполнять законы, не какие-то ассамблеи некого народа Казахстана. Не какие-то культурные центры. Я считаю, что это очень странно было, когда там национальный центр или там диаспора какая-то объединенная сделала какие-то извинения за армян. Ну хорошо, вот Тена убили наши казахи. Что, весь казахский народ должен приносить извинения, что ли? Это абсурд. Мы должны требовать исполнения закона, независимо от национальности. тогда это будет цивилизованное государство. Главными нормами поведения человека является закон, а не чьи-то понятия, чьи-то ощущения дикие, неподготовленные, ничем не обоснованные. Поэтому я прошу вас быть внимательными, не поддаваться эмоциями и требовать, если от власти что-то мы требуем, выполнение закона. Никто не должен быть выше закона. Все, независимо от национальности, должны исполнять законы, не какие-то ассамблеи некого народа Казахстана. Не какие-то культурные центры. Я считаю, что это очень странно было, когда там национальный центр или там диаспора какая-то объединенная сделала какие-то извинения за армян. Ну хорошо, вот Тена убили наши казахи. Что, весь казахский народ должен приносить извинения, что ли? Это абсурд. Мы должны требовать исполнения закона, независимо от национальности. Тогда это будет цивилизованное государство. Главными нормами поведения человека является закон, а не чьи-то понятия, чьи-то ощущения дикие, неподготовленные, ничем не обоснованные. Мне вот здесь задает вопрос, почему казахов выдворяют скорее. Я уже говорил, что депортация возможна в том случае, если иностранцы не выполняют правил нахождения на территорию той или иной страны. вам всем общеизвестно, что многие наши граждане, больше 10 тысяч человек, живут в Корее Южной, где-то там работает, работает контрабандно. Есть определенные правила, для того, чтобы получить возможность въезда в страну, есть разные визы. Туристические визы, рабочие визы. Чтобы получить рабочую визу, нужно подписать контракт с компанией корейской, которая вас приняла на работу. Если этого нет, если вы контрабандно работаете, то в соответствии с южнокорейским законодательством вы нарушаете законодательство, и страна имеет право выдверить из страны того, кто нарушает законодательство. Когда речь идет о депортации, в том числе такие же правила внутри Казахстана, если кто-то находится на территории Казахстана, нарушив правила нахождения на территории страны, тогда наступает механизм выдворения не граждан страны с территории или Южной Кореи, или из Казахстана. Вот такое правило существует во всем мире. И это все регулируется международными соглашениями между государствами. Здесь Казахстан принадлежит казахам. Казахстан принадлежит нашим гражданам. Я еще раз четко говорю. Нет в законе ни такого ничего, специально, который регулирует по этническому признаку. Вот. Если кто-то хочет по этому поводу что-то аргументировать, сошлитесь на нормы закона, конституцию, приведите мировое право и так далее. А все это попытка опять глупо действовать по направлению, которого вбрасывает режим. или просто элементарной необразованности. Теперь меня здесь задают вопрос, когда будем действовать. Давайте мы обсудим это сейчас, поймем, что значит действовать. Наша задача мобилизовать не менее 5% населения, это 1 миллион человек. Как мы много раз говорили, что именно в этом случае, когда мы мобилизуем 1 миллион человек, это научное изыскание, власть сменится мирным путем. Именно в этот момент на нашу сторону перейдет и полиция, и другие силовые органы, которые не будут выполнять поручения Нусултана Назарбаева, подвергать репрессиям протестующих и тем более стрелять. Значит, наша задача очень простая. Когда мне задают вопрос, когда будем действовать, я хочу сказать, что для того, чтобы эту задачу исполнить, надо сделать очень много шагов, то есть действовать. Мы весь прошлый год действовали, создали чат, который нас объединяет, в котором мы сейчас между собой общаемся, вырабатываем общую линию и решаем, как действовать для того, чтобы добиться главной цели, а именно смены режима Нусултана Назарбаева. То есть первый шаг был сделан в прошлом году. Затем мы в рамках того, что хотели набрать миллион человек, за 42 дня добились в чате численности в центральном активе СДВК 100 тысяч человек. В течение прошлого года было опубликовано ряд программ демократического выбора Казахстана, на основе которого мы планировали объединить народ Казахстана. Это программа политических реформ и программа экономических реформ, чтобы наши сторонники понимали, почему они должны объединиться вместе с демократическим выбором Казахстана, почему они должны сменить этот режим, потому что наша программа политических реформ предполагала, что не будет должности президента, что власть будет принадлежать народу, что мы построим парламентскую республику, и что именно представители народа, депутаты, сформируют правительство во главе с премьер-министром, который будет подотчетно парламенту, соответственно, народу Казахстана. Мы объявили о том, что Акима областей и других местностей, населенных пунктов, городов, районов и так далее будут избираться народом. Мы объявили, что медицина в нашей стране, государственная медицина, будет бесплатной. Мы объявили, что государственное образование, высшее и среднее и дошкольное будет бесплатной. Мы объявили ряд программ, которые, на наш взгляд, должны были объединить наших сторонников. Действия это не просто призыв выйти на митинги и кого-то убрать. Действия обращения к нашим сторонникам, они в первую очередь должны быть осмыслены и направлены на реализацию определенной цели, а именно построение нового демократического государства справедливого. И, соответственно, мы должны были опубликовать план политических и экономических реформ, который действительно показывает намеренность, направленность наших программ, соответственно, именно такое государство, которое мы хотим построить в результате реализации этих программ. То есть, весь прошлый год шли активные действия, как с точки зрения интеллектуального, а именно написания проектов политических реформ, экономических реформ и объединения наших сторонников для реализации этих целей и задач. И мы в прошлом году договорились, что мы для того, чтобы вывести один миллион человек, мы должны провести объединение наших сторонников, то есть, нужны были тренировки. А до этого необходимы были тренировки в виде проведения акций, митингов, и шаг за шагом наша была задача добиться, чтобы на протесты выходили не менее около одного миллиона человек. В Армении только в одном городе Дереване вышло около 150 тысяч человек. Количество общепротестующих было порядка 300 тысяч человек. Из общего количества трех миллионов армян на улице вышло около 10% населения. Наша задача была скромнее всего 5%. Вот наша скромная задача, мы ее должны исполнить и действовать шаг за шагом, чтобы мы могли добиться главной цели, а именно смены режима Нусултана Назарбаева и построение демократического государства. И когда мне говорят, что когда будем действовать, я думаю, что это вопрос связан с непониманием. Мы весь прошлый год действовали, действуем и сейчас. Даже на Новый год мы имени демократического выбора Казахстана вышли с инициативой, чтобы проводить старый год с Нусултаном Назарбаевым и в этом году 2019 добиться кардинальных перемен, объединить людей и добиться смены режима. Вот оно действие. Сейчас наша задача привлечь как можно больше сторонников, распространить наши программы, набрать сторонников и действовать каждый в одиночку, группами, в ячейках, все вместе. В этом заключается действие. Действие не заключается в том, что Мухтар Кабулыч выкрикнул все вышли на улицу и все побежали на улицу. Нет, этого не получится. Этого не получится, потому что наши сторонники должны осмысленно выйти, они должны осмысленно поддержать наши программы, они должны прекратить бояться, не просто сидеть на кухне и критиковать, не просто ждать голову Кенесарихана, не просто ждать какого-то батыра, который из недр народа родится и говорит, что вот пока этот лидер не появится, народ будет сидеть на месте. Я считаю, это оскорбление наших граждан, которые представляются в этом случае как люди ничего не могущие, всего боящие и что ждут какого-то богатыря, батыра огромных размеров, которого не берут ни пули, ни гранаты, которого власть ничего с ним не может сделать, такая гора, и только тогда маленький несчастный народ, представляющий целую страну, может быть, он тогда выйдет. Это я считаю позорное ожидание. Мы должны действовать сейчас немедленно для того, чтобы мы добились главной нашей цели. Вот я отвечаю на вопрос, как надо действовать. Теперь давайте мы обсудим следующую тему о неизбежности досрочных выборов президента или об очередной попытке Назарбаева обмануть народ. Как вы знаете, перед Новым годом наши средства массой информации всякие заголовки подали СМИ, и суть в том была, что Назарбаев якобы сказал, что досрочных выборов президента не будет, досрочных выборов парламент не будет, но если вы внимательно посмотрите видео выступлений, он так не говорил. Он говорил расплывчато, а средства массой информации просто поставили заголовки, которые говорят о том, что досрочных выборов не будет. Это обычный прием на султан Назарбаева, но зачастую в основном даже он подставляется, как вот недавно было, когда все стране посоветовал на кладбище уйти и сравнить свою жизнь с кладбищем, а не с ведущими странами мира. Или когда он говорил, что девальвации не будет, а через короткое время девальвация происходила, то есть было видно, что Назарбаев все время лжет, он также в 2000 году говорил, что он уйдет, что он не железный, но с того момента уже прошло 19 лет, он 19 лет у власти, поэтому мы должны понимать, что словам султана Назарбаева верить нельзя, что когда он говорит чего-то не будет, нужно быть уверенным на 100% что это именно произойдет, потому что он все время лжет. Итак, давайте мы проанализируем будут ли досрочные выборы или не будет. Будет ли Назарбаев двигать на должность президента Даригу или не будет. Ну, я сразу скажу, что будет. Он будет продвигать на должность президента Даригу Назарбаеву, это произойдет обязательно в ближайшее время, он не выдержит и объявит досрочные выборы. Во-вторых, пресса преподнесла так, что Назарбаев сказал, что по закону у нас выборы состоятся в декабре, что якобы его полномочия президента истекает в 2020 году. Хотел бы вам напомнить, что в соответствии с тем законодательством, поправками, которые в свое время внес Нурсултан Назарбаев, президент на должности может находиться не более пяти лет. Так вот, пятилетний слог Нурсултана Назарбаева истекает в апреле 2020 года. То есть, это крайний срок нахождения его на посту президента. И до этого, до апреля 2020 года должны пройти нормальные выборы, на котором должен обозначиться и объявиться новый президент страны. Есть закон, в котором говорится, что выборы президента должны проходить обязательно в декабре. в декабре 2020 года срок нахождения у власти Назарбаева будет пять лет и семь месяцев. Поэтому, в соответствии с законом, у него есть право находиться у власти только пять лет. И получается, эти семь месяцев он будет нелегитимный президент. Ясно, что этого не будет. Ясно, значит, что выборы должны пройти до апреля 2020 года. до апреля, когда у него заканчивается президентский срок. Значит, по законам Казахстана выборы не могут пройти позже декабря 2019 года. То есть, выборы, если соответствуют норме закона, а они должны проходить в декабре, они должны пройти не позже декабря 2019 года. То есть, выборы должны пройти в этом году. выборы проанализировать историю выборов, никогда не было выборов в срок. Они всегда были досрочные и неожиданные. Если по законам страны выборы должны состояться в декабре 2019 года, зная повадки и приемы на султана Назарбаева, что выборы он проводит досрочно, минимум за год, а и то и больше, очевидно, что выборы будут раньше, чем декабрь 2019 года. У него, как у так называемого лидера нации, есть конституционное право объявлять досрочные выборы. У него есть такое право. поэтому очевидно, что выборы пройдут раньше, чем в декабре 2019 года. Ясно, что они не осенью. Выборы пройдут весной в этом году, потому что он будет делать досрочными, раньше, чтобы любые кандидаты потенциально не могли законно участвовать в этих выборах, успеть подготовиться, провести рекламную кампанию. Он проведет все это раньше, и выборы пройдут в этом году, в первом полугодии. Скорее всего, весной, как я говорил, в прошлом году. Вот видите, то есть очень все просто. Вы понимаете, почему выборы пройдут в 2019 году, в декабре 2019 года, по нашим законам. По нашим законам Нусултан Назарбаев имеет право объявить досрочные выборы, и он эти выборы объявит, потому что законные выборы не могут пройти позже декабря 2019 года. Он объявит раньше, чтобы успеть обойти даже мифически конкурентов, потому что реальных конкурентов не будет, они досрочно будут выдавлены, чтобы они не участвовали в выборах президента, будут подставные кандидаты, будут изображающие легитимный процесс, изображающие конкуренцию, будут акимы, обязательно будет, кроме Дореги, еще парочка женщин, скоро выйдет фильм о Тамирис, чтобы показать, что женщина управляет государством успешно, чтобы такие фильмы помогли внедрить сознание народа, что нашим государством будет управлять женщина Дорега Назарбаева. Здесь меня спрашивают, что разве Назарбаев не сделал срок 7 лет. Он действительно делал срок президента 7 лет. Вы обратите внимание, что потом затем были внесены поправки, по-моему, после 2010 года. Срок был изменен, был сделан 5 лет. И на выборах 2015 года он прошел по законам новым Казахстана, когда срок президента 5 лет. Продолжение следует... Продолжение следует... Я еще объяснял, что на самом деле внесены конституционные поправки, которые нарушают различные международные соглашения, которые Казахстан подписал с ООН. В частности, султан Назарбаев летом 2017 года внес поправки законодательства о том, что на выборах имеет право участвовать только представители зарегистрированных политических партий. В нашей стране 7 зарегистрированных политических партий, и все они находятся под контролем власти. Это отделы Нур-Атана, это фиктивные партии, поэтому вы сами понимаете, что кандидаты президента будут выдвигаться только тот, кто находится под контролем власти, и собственно сама дочь Нусултана Назарбаева. Это первое. Второе. Внесли поправки, по которым говорилось, что этот кандидат должен проработать в государственных органах не менее пяти лет. А в государственных органах у нас работает порядка ста тысяч человек, но будем даже считать, что пять лет кто-то проработал. Суммарно в нашей стране даже одного миллиона человек не найдется, которые бы соответствовали требованию работы пять лет на государственной службе. Тем более, меньше найдется людей, которые бы состояли в партии Нур-Атан или в этих семи партиях. Получается, 90% наших граждан, которые могли бы участвовать в выборах, они исключены. То есть, фактически нарушены международные права и возможность человека избирать и быть избранным. Это симметричное право избирать и быть избранным. То есть, таким образом, нарушение всех международных соглашений, нарушение Конституции, когда у каждого гражданина есть право быть избранным и избираться, но Султан Назарбаев внес поправки законодательства и таким образом, не менее 90% избирателей искусственно выбили из политического процесса участвовать в выборах президента страны. Поэтому вы должны понимать выборы досрочные пройдут но Султан Назарбаев обязательно постарается и протащит во власть на должность президента Даригу Назарбаеву и наша задача добиться чтобы если даже Дарига Назарбаева будет назначена должность президента чтобы это было ее последней должностью это было последней должностью для Нусултана Назарбаева именно в этом году нашей задачей является смена режима Нусултана Назарбаева со всеми его подельниками которые помогают ему оставаться во власти конечно там найдутся люди скажут вот Мухтар Кабулыч вы обещали что мы сменим режим я еще раз говорю я не Бэтмен я не какой-то супер Батыр тысячу метров высоту я такой же человек как и вы все Бэтменом является народ Казахстана наша задача действовать объединить народ не просто выкрикивать лозунги выходить на улицу и когда люди не выходят или их выходит мало начнут сыпаться упреки в мой адрес говорить когда будем действовать действовать должны мы все мы должны объединиться и вывести на улице миллион наших сторонников я хочу сказать что все те кто говорит что мы должны только силы менять режим они заблуждаются пример Армения показывает когда выходит такое количество людей когда десятки тысяч людей выходит на улицы полиция переходит на сторону народа и мы таким образом добьемся мирной смены власти у меня спрашивают почему я например не могу участвовать на выборах ну во первых за прошлый год за 17 18 меня дважды судили заочно в 17 году через 8 лет как я покинул казахстан 8 с половиной лет меня осудили на 20 лет заочно в прошлом году меня судили пожизненно в этом году я думаю что мне заочно еще расстрел какой-нибудь присудит вот поэтому я не соответствую требованиям той записной книжки называемые конституции казахстана и законов казахстана я не могу участвовать на выборах раз во вторых ну я имею ввиду потому что осужден во вторых я не работал на государственной службе 5 лет это искусственная поправка которая нарушает права всех граждан казахстана она внесена летом семнадцатого года в третьих я не являюсь членом зарегистрированных нуратановских партий их 7 штук в стране поэтому все те кто не соответствует этим требованиям они не могут участвовать на выборах они не могут быть самовыдвиженцами как раньше было как есть во всем мире именно требования 5 лет работы на государственной службе второе только партии имеют право выдвигать на выборах своего представителя все партии принадлежат до султана Назарбаева в стране существующие партии которые есть они все являются под контролем власти нет ни одной партии которая могла бы сказать что она независимая самостоятельная если кто-то скажет что есть такая партия ОСДП я могу сразу сказать это партия власти она находится под контролем власти она просто имитирует якобы оппозицию для того чтобы в глазах международного сообщества выглядеть демократическим государством это все декорации мы в ближайшее время выйдем с новыми инициативами которые усилят наше объединение усилить возможность создания будущего правительства мы много говорили в прошлом году о том что нам нужны лидеры десятки тысячи лидеров для того чтобы управлять страной чтобы мы двигались ускоренно и быстро нашей стране нужны новые управленцы новые лидеры не коррупционные умные сильные образованные которые думают о будущем нашей страны ни один человек в одиночку не может вытянуть целую страну девятую по размеру ни один человек какими он не обладал гениальными способностями не может в одиночку без команды без поддержки народа вывести страну на передовые позиции это может сделать только сам народ когда делегирует во власть своих представителей умных образованных энергичных и сильных поэтому мы в ближайшее время выйдем с программой которая предполагает поиск таких людей которая предполагает создание команды на уровне правительства депутатский корпус местные органы города областя государственные компании нам нужны десятки тысяч лидеров уважаемые друзья ваше будущее в ваших руках именно ваша инициатива ваша активность ваша образованность ваши знания ваше желание внести свой вклад в развитие новой страны поможет нам действовать изменить ситуацию в стране и построить новое государство у меня здесь спрашивают гражданин какой я страны я гражданин казахстана и только казахстана поэтому здесь если я где-то и живу за рубежом я живу получив временный статус убежище политическое убежище разные статусы получаю но это никак не влияет на мое гражданство я гражданин казахстана и действую как гражданин казахстана даже этот режим назарбаева завтра лишит меня гражданство а норма такая летом семнадцатого года уже встроено в существующее законодательство направлено именно против меня чтобы вы понимали я даже если у меня формально отберут гражданство я свое гражданство никогда не потеряю потому что для меня паспорт это обычная бумажка мы когда сменим режим назарбаева когда мы их всех арестуем посадим в тюрьму я все эти необходимые документы получу получу и стану снова полноценным гражданином казахстана я сейчас полноценный гражданин казахстана паспорт это бумажка бумажка режима мне все равно там примет какое-то решение и поставит свою печать режимом султана назарбаева мне все равно я всегда стану гражданином нашей страны удачу гражданином сухи логички вы будете вы не вы не вы Продолжение следует... Открывает новые научные идеи, открытия, строит новые технологии, а мы все еще барахтаемся, не справляемся с самым элементарным, чтобы наш народ нормально жил. Ведущие страны мира всего этого достигли, добились только потому, что у них правильная политическая система, которая не ограничивает никаких прав человека. Право на работу, право на свободу, право на свободу голоса, право на выборы, право на вероисповедание. Этих прав их тысячи. Только такое государство свободное раскрепощает человека. Только это позволяет построить сильное государство. Сильное государство можно построить только руками сильных и независимых людей. Сейчас наше государство слабое и отсталое. Слабое и отсталое, потому что у нас слабая страна, именно слаба своими гражданами, которые еще не подняли свой голос. Не наказали этого диктатора, не призвали его к ответу. Мы слабые, надо смотреть правде в глаза. Наши нации, к сожалению, слабые. Если кто-то искусственно говорит, что вот сильная нация и так далее, вы не верьте. Не верьте, когда вы толстый, вам говорят, что вы худой. Не верьте, когда вы плохо живете, а вам говорят, что вы живете великолепно, как говорит султан Назарбаев, когда он говорит, казахи никогда не жили так хорошо. Это ложь. Мы сейчас слабая нация. Мы будем сильные нации, если мы отстраним этот режим от власти, построим сильную независимую страну. Только тогда мы будем сильные нации. Поэтому наша задача в этом году добиться смены режима и построить сильную страну, действительно стать сильную нацию, в котором есть место действительно сильным, независимым гражданам страны, независимо от национальности. Гражданство – это главный принцип. Главный принцип – это права человека. На сегодня я свой эфир завершаю. До встречи в эфире Сау Волгдар. Продолжение следует...